Уже давно работал в кузнице одного города малорослый человек, старый на вид, слабый глазами и силой. Он был помощником кузнеца, носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал горн, держал клещами горячее железо на наковальне. Звали его Ефимом, но люди называли его Юшкой. Хозяин кормил его за работу хлебом с чами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои. Он их должен был покупать за своё жалование – 7 рублей 60 копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал. Он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же. Только зимой надевал поверх блузы ещё полушубок своего умершего отца и обувал валенки. На работу он шёл рано утром, а возвращался поздно вечером. Люди часто обижали подслеповатого и беззащитного Юшку. Дети на улице бросались в него ветками и камешками. Юшка ничего не отвечал им и шёл дальше. Дети серчали на то, что старик не пугает их и не гонится за ними, и ещё сильнее дразнили его. Только когда Юшке было совсем больно, он спрашивал «Чего вы, маленький? Вы, должно быть, любите меня? Обождите, не надо меня трогать». Юшка верил, что дети любят его и просто не знают, что делать для любви. Взрослые тоже часто обижали Юшку, особенно пьяные. Останавливая его на улице, те, кто был пьян или хотел выместить на другом собственную обиду, выходили из себя от бессловесности Юшки и начинали бить его. От этих побоев он подолгу лежал в пыли на дороге, а хозяйская дочь потом говорила Юшке, что лучше было бы ему умереть. Юшка на самом деле был не стар – всего сорок лет, но его с молоду мучила чахотка. Эта болезнь не состарила его до времени, сделала ветхим и слабым. Каждое лето Юшка уходил от хозяина на месяц. Он говорил, что идет пешим в дальнюю деревню, где есть у него родственники. Но никто не знал, где эта деревня и что за родственники у него там. Выйдя из города, Юшка шел посреди лесов и полей, любовался на белые облака, слушал голос рек. Больная грудь его отдыхала. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не помять их, гладил кору на деревьях, подымал стропинки мертвых бабочек и жуков, жалея их. Иногда он садился отдыхать в тени ветвей. Потом Юшка возвращался в город и снова шел в кузницу. Дети и взрослые по-прежнему насмехались над ним и терзали его, а он смирно жил до следующего лета, когда вешал себе на грудь мешочек с немногими накопленными деньгами и опять уходил неизвестно куда. С годами Юшка все больше слабел. В одно лето он уже никуда не пошел. А потом один злой прохожий сильно ударил его в грудь на улице. Юшка упал и не поднимался. Проходивший мимо столер окликнул его, стал переворачивать, но увидел, что глаза Юшки неподвижны, а вся земля вокруг головы залита хлынувшей горлом кровью. Юшку похоронили и почти не вспоминали. А глубокой осенью пришла в город юная девушка и спросила у хозяина кузнеца, где ей найти Ефима Дмитриевича. Хозяин с трудом понял, что говорит она о Юшке. Он спросил, кто девушка ему. Она ответила – никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня в маленькую семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом. Каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, чтоб я жила и училась. Теперь я выросла и уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Кузнец повел гостю на кладбище. Там девушка припала к земле, где лежал мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтобы она ела его. Девушка окончила учение на врача. Она осталась в городе навсегда и стала работать в больнице для чахоточных, ходила по домам, где были туберкулезные, и ни с кого не брала платы. Все в городе потом называли ее дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не была ему дочерью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова